Прошло всего ничего с начала года, а мы уже откопали сигнал в глубинах космоса аномальной силы и природы, впервые на узкали исконные нейроны, а не оборотни стволовых клеток, собираться в мини-мозги, стали пробовать управлять ощущением времени, чтобы быстрее заживлять раны, испытали двигатель для посадки на Луну и полетов на Марс, который сделали с помощью 3D-принтеров, и учим роботов покорять космос. Об этом и многом другом сегодня я расскажу в этом ролике, и напомню, у каждой темы для вашего удобства свой тайм-код. Конечно, работы по всем этим исследованиям и проектам велись в прошлом году, а то и много-много лет до того, сейчас же только публикация результатов, но именно с этого момента новые данные, открытия гипотезы и теории, как новая кровь, которая наконец дошла до сердца, начинают впитать науку и дают нам шанс на новые горизонты. Это, возможно, лучшее, что сейчас происходит с человечеством, и что дает разумную надежду на будущее. Ради нее мы и делаем этот канал. Это Сайван, я Влад и рубрика Пушка. А чтобы не отвлекаться потом, сейчас молниеносная реклама и продолжим. Одна из важнейших проблем современной науки — это не нехватка данных, а их невероятно огромный поток. На обработку данных на большом адронном коллайдере уходит по несколько лет. Ученые все активнее используют методы машинного обучения. Только это и спасает. То же самое делают бесценные открытия на основе массивов данных — дата-сайентисты. Поэтому бизнес без них не может обойтись. А Скиллбокс запустил курс для тех, кто хочет с нуля начать свой путь в этой профессии и иметь гарантии трудоустройства. Первые три модуля доступны бесплатно. Вы сразу оцените, готовы ли к учебе. А на того стоит. Преподают практики из индустрии, дата-специалисты из Бера, Визы и других компаний. С самого начала вам дают основы статистики, математики и теории вероятности. После первого погружения вы сможете сделать уже осмысленный выбор, какая специализация вас привлекает больше всего, и вы решите дальше. Учиться на дата-инженера, который собирает и готовит данные для работы, на специалиста по машинному обучению, который тренирует нейросети и создает модели, или дата-аналитика, который помогает бизнесу инсайты из данных превратить в бизнес-решения и воплотить их. Что бы вы ни выбрали, вы будете осваивать то, что нужно всем в этой индустрии. Питон, библиотеки для анализа данных и машинного обучения, SQL, даже Excel. Скиллбокс с такой подготовкой гарантирует трудоустройство или вам вернут деньги за обучение. А чтобы помочь начать успешную карьеру, карьерный центр подберет для вас вакансии, организует собеседование по лучшим вариантам, поддерживает на всех этапах. Первый платеж за курс можно сделать через три месяца. Так что посмотрите, курс Data Scientist с нуля до джуниора. Ссылка под роликом, переходите. Сейчас в Скиллбокс идет зимняя распродажа, скидки на курсы до 60% и второй курс в подарок. Иногда прогресс — это не столько новые ответы, сколько новые вопросы. Астрофизики открыли новую структуру, почти идеальное кольцо из галактик. Оно гигантское даже по космическим меркам, что в сочетании с формой делает его крайне загадочным объектом. Его диаметр примерно 1 миллиард 300 тысяч световых лет. Основные современные модели эволюции Вселенной говорят о том, что вещество в целом во вселенских масштабах должно быть распылено примерно равномерно. Что мы и видим, когда смотрим на самые древние фотоны, микроволновое фоновое излучение, свет ранней Вселенной. Поэтому, когда мы в этой каше находим комки, типа этого кольца, которого вроде бы и не должно быть, это вызывает удивление и ставит вопросы, а не надо ли нам пересмотреть наше представление об эволюции Вселенной. Такие кольца из целых галактик, например, предсказываются некоторыми альтернативными, не общепринятыми теориями, вроде очень спорной, конформной циклической космологии Пенроза. Там утверждается, что конец всего — это новое начало всего, то есть Вселенная проходит снова и снова через большие взрывы. Но можно попытаться объяснить такие аномалии неоднородности, вроде этого кольца, в рамках основных теорий. Но для этого придется подтягивать не менее умозрительные явления — космические струны. Не путайте с квантовыми струнами. Космические струны — это такие длиннейшие, если крайне упрощать, чисто теоретические складки или замятины самого пространства-времени. Ведь остывать ранее Вселенная могла не везде одинаково, как лед. Так что где-то пошли как бы трещины, но не с дырой куда-то, а с неоднородностью электромагнитных полей во Вселенских масштабах. Так что космические струны могли бы, как подсказывают разные симуляции, даже пересекаться, сталкиваться, и получались бы из них, между прочим, тоже кольца. Но проблема в том, что сами струны еще требуют доказательств, что они вообще существуют. Так что и тут пока не очень клеится, откуда могла взяться такая неоднородность в распределении материи в виде почти безупречного кольца из галактик. В другом исследовании, вышедшем на днях, загадка нашлась под самым носом и тоже связана с появлением всего. Авторы перелопатили данные за последние 13 лет наблюдений космического гамма-телескопа Ферми и обнаружили сигнал, который раньше не замечали, и объяснить его пока толком не удается. Тут важно пояснить, сигналом в астрономии могут называть не какое-то послание или отдельное событие, а любое отклонение или значимое наблюдение, в том числе в данных. И вот выбросили все, что попало в виде гамма-лучей из нашей галактики в эти данные, оставили только то, что запечатлели из-за ее пределов, и обнаружили неравномерность распределения излучения с перепадами в 10 раз сильнее, чем могли бы ожидать астрофизики. Но что еще удивительнее, некоторые параметры этой аномалии очень уж похожи на одно из самых загадочных на сегодня явлений в космосе – космические лучи сверхвысоких энергий. Это такие чем-то удивительно мощно разогнанные протоны или ядра атомов, а чем и как, пока не удается объяснить, хотя гипотез достаточная. Это могут быть пивотроны, ударные волны, остатков сверхновых, какие-то особые радиогалактики, области, где рождаются звезды или сверхмассивные черные дыры. Это только предстоит выяснить. Ну и немного о земном. Ученые открыли новый класс антибиотиков, и они убивают неубиваемые супербактерии, да еще так, как ни одно лекарство прежде не умело. Это так же круто, как сорвать джекпот в лотерею, но билетов побольше накупить ты в ней не можешь, чтобы повысить шансы. Каждый номерок приходится зарабатывать годами. Для сравнения, в золотую эпоху фармы, с 40-х по 60-е годы прошлого века, человечество освоило около 20 новых классов. Не препаратов, а целых классов веществ для борьбы с инфекциями. За остальные полвека с лишним мы осилили, ну, пару-другую. И в это же время новые, все более устойчивые к прежним антибиотикам бактерии ломятся в наши больницы и дома, как полчища зомби из фильмов апокалипсисов. Это сотни тысяч смертей после операции или кошачьей царапки, никогда не знаешь. Каждый год по всему миру. В зоне риска любой из нас. Жуткая штука. Препараты просто не работают, и человек беспомощно умирает даже в современной клинике от какой-то мелочи, будто последний век великих открытий в биологии и медицине нам только приснился. И вот мы нашли очень ловкий способ истреблять и без того особо живучие грамотрицательные бактерии. Это танки в мире микробов, у них двойная броня, двойная мембрана, самая крепкая часть снаружи, она работает еще и как сигнализация. Эту внешнюю оболочку мы уже кое-как еле-еле пробивали и раньше. Но проблема в том, что кое-как еле-еле. Стоит не добить, а это постоянно в случае с грамотрицательными бактериями, не справится привычный антибиотик или врач или сам пациент недооценили опасность. Как выжившие бациллы начинают производить сущих монстров, супербактерии, а их уже почти не остановить. Перестают работать самые мощные антибиотики, их еще называют препаратами последней надежды. Вот почему грамотрицательные – особо лютые, неукротимые и опасные патогены. Тем удивительнее и интереснее то, что удалось сделать микробиологам. Они не смогли придумать какую-то бронебойную штуку, они ударили по логистике. Для поддержания внешней мембраны грамотрицательные бактерии нужно постоянно перебрасывать изнутри своей клетки наружу запчасти для этой хитрой системы обороны – липополисахариды. Но если подбить транспорт, который это все доставляет, то внутри начнет скапливаться свалка неиспользованных стройматериалов. Токсичная штука, если не навести порядок вовремя. И вот, казалось бы, могучая бактерия задыхается от собственного мусора и помирает. Это очень изящное оружие, которое бьет туда, куда другие раньше даже не целились. И тут у меня для вас хорошие и плохие новости. Хорошие уже идут клинические испытания. То есть всего ничего до выхода препарата в народ, если не будет больших проблем. Плохие? Этот антибиотик в текущем его виде гарантированно работает пока только против одного вида грамм отрицательных бактерий – Асинета Бактер – тоже тот еще убийца, часто встречается в больницах и нередко выдерживает удары антибиотиков последней надежды. Но у него же родственников полно, не менее смертоносных. И против них новый класс в нынешнем виде пока бесполезен. Но хорошие новости, другие еще одни. За счет нового исследования мы наконец поняли, как работает наше новое оружие. Увидели сам способ, как поражать эти танки, не пробивая двойную мембрану. Так что теперь ученые будут придумывать и искать вариации антибиотика, чтобы истребить надежно остальные суперпатогены. Очень насыщенное начало года и в космонавтике. Луна все еще крайне серьезное и опасное испытание. Напоминает нам драма с миссией Перегрин. Ракета-носитель «Вулкан» вывела в космос небольшой аппарат. Он отделился как надо, все хорошо. Но спустя несколько часов становится ясно, что ориентировка правильная в пространстве не получается. Похоже, утечка топлива и вместо посадки на спутнике Земли разворот домой, чтобы сгореть в атмосфере. Так решили, дабы не получить неуправляемый снаряд, который мог бы потом угрожать новым лунным миссиям. Ведь это был только первый коммерческий пуск в рамках программы поддержки большой программы по своению луны Артемида. Частные компании при поддержке НАСА налаживают отправку своих луноходов, посадочных аппаратов, чтобы было дешевле и быстрее отправлять на спутник грузы с ресурсами и оборудованием. Агентство же сможет сфокусироваться на научных задачах и полетах людей, а для остального просто будет нанимать перевозчиков. Ничего, следующий запуск уже от другой компании в феврале. На этом фоне, пожалуй, не так обидно было узнать о переносе запуска миссии с людьми к луне. Правда, это было во многом ожидаемо. НАСА готовилось в этом году, но сроки изначально были не особо реалистичными. Теперь рассчитывают вроде на сентябрь 25-го года, что тоже весьма оптимистично, но посмотрим. Зато уже прошли первые в этом году испытания новых двигателей, один для покорения луны и, возможно, Марса. РС-25 для сверхтяжелой ракеты СЛС. Это был тест, как если бы летели уже сейчас, то есть он работал все 500 секунд, необходимые для запуска, причем на мощностях до 113% от целевой. Так было задумано, чтобы пощупать границы безопасной перегрузки. Он выдержал, но это традиционные технологии. Другой же двигатель из нового поколения тоже прошел успешно новые тесты буквально в последние недели. Во-первых, он сверхзвуковой, то есть сгорание происходит намного быстрее, чем в привычных установках. Во-вторых, многие компоненты печатают в 3D-принтере из особого сплава. В итоге мы получаем штуку, которая тратит меньше топлива, а ее производство быстрее и дешевле, чем у классических двигателей. Сейчас была задача посмотреть, как прототип поведет себя при увеличении тяги, насколько ее можно масштабировать и наращивать без каких-то побочек. На этих испытаниях удалось достичь мощностей, которых хватит, чтобы, например, пока хватит, мягко сесть на Луну или Марс, или сделать маневры для полета от Луны к Марсу. Японцы после прошлогодней сокрушительной неудачи с крушением их аппарата на Луну на днях посадили успешно другой и стали, наконец, заслуженно пятой лунной державой. Правда, подвели солнечные батареи, не развернулись как надо, поэтому энергии теперь не хватит для нормальной работы, и зонт, скорее всего, уже не спастет угасания. Но чувствуете, какая гонка, какая плотность событий вокруг Луны? Сейчас это главное направление в освоении космоса, и дальше будет только жарче. А что, если бы мы нашли способ лечиться силой мысли? С научной точки зрения это означало бы, что мы смогли открыть и применить прежде неизвестную связь между разумом и телом, но она же и так очевидна, правда? Ведь люди, теряющие волю к жизни, например, умирают чаще, разве нет? А вы попробуйте найти научное исследование, которое показало бы, что от эмоционального или ментального состояния реально хуже или лучше работает что-то конкретное в теле. Не в целом, а конкретно. Речь не про очевидные штуки типа стресса, которые вызывают в целом повышение артериального давления и могут спровоцировать что-то нехорошее, вроде сердечного приступа или инсульта. Тут стресс реально убийца, а что его вызывает уже не так важно. Могут и плохие мысли, а может и подъем по лестнице после сидячего рабочего дня. Поэтому медитация действительно может быть полезна для физического здоровья, но она не починит что-то внутри тебя сама по себе. Так что положительные мысли как лекарства прописать адекватный врач не может. Пока. В Гарварде тут снова рискнули пройти по очень тонкому льду и проверить, а может ли как-то наше ощущение времени влиять на скорость заживления раны. То есть ваши ткани заживали бы с той скоростью, с какой для вашего сознания течет время. Забегая вперед, скажу, что вывод авторов работы – да. Ну, Влад, что за эзотерика? А я отвечу – это как посмотреть. Если исходить из того, что наши мысли и чувства – это процесс биохимический, электрический, то есть исключительно физиологически, то не так уж удивительно будет потом открыть, что мы можем влиять на выделение каких-то гормонов или белков более-менее целенаправленно. Вопрос, насколько прицельно и точно. Мы же можем вспомнить, как создавали самый трудный в жизни экзамен. И выброс кортизола, гормона стресса, думаю, обеспечен даже сейчас. Другое дело, что мы нередко открываем сначала явление, а потом, часто, спустя годы, наконец, разбираемся, как же оно работает. Так было и с электричеством, и с ДНК. Так вот, авторы нового исследования полагают, что они что-то важное и новое нащупали, но не претендуют на объяснение. Взяли три десятка человек. Каждому делали на нерабочей руке стандартную процедуру с банкой. Может, кто помнит с детства. Сейчас это называется красиво вакуумной терапией. Ценность медицинская во многих случаях сомнительная. Зато остаются более-менее одинаковые кровоподтеки. Они в исследовании служили унифицированной моделью раны. Затем каждому пациенту давали таймер. У одних там значилось 14 минут, а у других 56 минут. Но на деле таймеры доходили до нуля за одинаковое количество реального времени. 28 минут. Просто одни таймеры считали секунды медленнее, а другие быстрее. А люди-то не знали об этом. Поэтому одним казалось, что время тянется и тянется, а другим, что оно летит просто как-то молниеносно. Подопытные сидели всю сессию не просто так. Попутно они должны были заполнять анкету, следить за ходом секунд и отвечать на планшете на вопросы о том, как идет заживление. Что да как меняется в синяке. Кровоподтеки же ученые фотографировали перед стартом и сразу на финише сессии, чтобы сравнить изменения объективно. Оценивали же заживление потом независимые медики вслепую. Они не знали, в чем смысл эксперимента, почему их просят выдать оценку. В итоге авторы исследования говорят, что рейтинг заживления выше оказался у тех подопытных, кому казалось, что время бежит быстрее, чем должно. Да, у исследования много слабых мест. Главное из них на виду. А как мы можем быть уверены, что восприятие субъективное ощущение времени менялось именно так, как задумали исследователи? У кого-то и с замедленным таймером время могло пролететь незаметно. А измерить это чувство мы объективно никак не можем. Только допустить как предположение, что люди поддавались на трюк с таймерами. Ведь влиять на это внутреннее ощущение может множество других, совсем посторонних, неуловимых факторов, их невозможно контролировать. Пришла к человеку посторонняя мысль, он завис или начал волноваться, впервые участвует в исследовании. Вот уж часики затекали стремительнее. Никак не проследишь достоверно и не учтешь это. Так что же, все это очередной эпик фейл психологов? Это же психологи, да что с них взять? Но я предлагаю посмотреть иначе. Реальная наука это не история славных побед, а рутина без славных поражений. Про них не трубят, но от них пользы иной раз больше, чем от памятных достижений, которые оказываются невозможны без этого массивного основания проб и ошибок. Сама-то идея здесь какая смелая. Попробовать научными методами разобраться с тем, о чем давно говорят мистики, народная медицина и всякие поверья. Это отличный способ попытаться найти новые подходы, новые методы, а может даже открыть уже по-настоящему явления, с которыми можно было бы работать всерьез и системно. Это же круто! Для таких исследований нужна определенная смелость и ясность ума. Если понимать, насколько все же консервативно научное сообщество, и как самому легко начать желаемое выдавать за действительное. Когда ты хочешь вылечить психическое расстройство, нарушение в работе мозга, всевозможные на сегодня неизлечимые болезни и синдромы вроде Паркинсона и Альцгеймера, тебе нужно много человеческих мозгов. Очень много. Больше, чем зомби. А этого дела не напасешься в современном мире. Мало кто завещает свое тело науке для исследований. Да и куда нужнее органы живьем. Тогда как быть? Для этого мы научились создавать органоиды, подобие прототипы органов из клеток того же органа. Берем клетки печени, например, устраиваем комфортную среду в пробирке, даем им побыть вместе, и они начинают самоорганизовываться. Получаем мини-печень. Не точную копию, конечно, но подобие. Берем кожу, то же самое. А вот с мозгом до сих пор как-то не работало. Приходилось танцевать с неприлично хитроумным бубном. Пока что мы нейроны получали из оборотней, то есть стволовых клеток. Или в очень малых количествах из образцов мозга после некоторых видов аборта. Но там столько этических мин, что этот вариант до сих пор большая редкость. И вот в новом исследовании биологи показали, что можно договориться и с исконными нейронами. И они начнут собираться в ткани, и получатся вот такие вот упрощенные мини-мозги. Да, без многих сложных структур, конечно, но со множеством слоев ткани. То есть все же трехмерные структуры, а не плоские лепешки, как колонии клеток какие-то. Причем развивались не только нейроны, но и другие важные клетки, типа глий. Без них наш мозг не мог бы работать. Полученные органоиды реагировали на химические сигналы, как живой мозг. А прожили 6 месяцев. Это в 3 раза дольше, чем мини-мозги из стволовых клеток. Исследователи смогли даже с помощью генетических манипуляций спровоцировать образование чего-то вроде раковых опуколей, чтобы посмотреть, можно ли и в онкологии использовать эти их творения. Тут, правда, есть нюанс, на котором авторы все же не акцентируют внимание, но мы же с вами не ханжи. А откуда они взяли сами клетки-то, чтобы самоорганизовались те в мини-мозги? Донорами стали зародыши, извлеченные в результате абортов, совершенных по медицинским показаниям. Родители согласились передать. Тогда в чем смысл нового подхода, возникает закономерный вопрос. А в том, что от небольшого образца, да, от редкого донора, достаточного, чтобы производить уже свои органоиды. То есть, по сути, увеличить свои возможности, улучшить их для исследований, при этом не требуя больше зародышей и хоть немного, но развязать себе руки. Ведь если мы хотим великих свершений в нейронауках, нам нужно больше мозгов, еще больше и еще лучше. Пока шум вокруг искусственных нейросетей немного стих, внимание постарались привлечь роботоделы. Что не день с начала года, то премьера. Илон Маск показал уже виденного прежде гуманоида, который, как не самая ловкая прачка, складывает футболки. Китайские конкуренты явили первого человекоподобного бота, который ориентируется в незнакомом ландшафте. Где надо, лестницу осилит, где не надо, не скатится и пройдет ровно. В НАСА, несмотря на подготовку людей к покорению Луны, не бросают идеи автономных робозавоевателей космоса. И представили бота, который без помощи людей может строить. В качестве кирпичей ему нужны универсальные блоки, которые называются вокселями. Из них, как из лего, можно собрать хоть антенну связи, хоть базу для космонавтов или что еще полезное. Затем не проблема из тех же блоков пересобрать что-то другое. Тут главное надежность робота. Он довольно прост, прочен и точен. Работать надо будет в открытом космосе, без управления со стороны людей, если дело дает. А почему бы ему и не дойти? Неясно. Ведь такие роботы могли бы сделать куда больше и за меньшие деньги, чем человеческие миссии, с куда меньшим риском для мягкотелых. Ведь за этот риск тоже приходится переплачивать. Более сложными системами жизнеобеспечения, безопасности, многолетними тренировками и подготовками. И вот такое у меня для вас начало год, друзья. Думал в этом же ролике рассказать, чего стоит ждать, зачем следить в 2024 году в науке и технологиях, такой вот разбор мнений специалистов разных областей. Но оказалось, что за первые пару недель набралось столько новостей, что не мог не поделиться. Так что в ближайшее будущее заглянем, но уже в следующем выпуске. А пока благодарности. Вам за поддержку канала на Патреоне, Бусти и здесь, на Ютубе. Это очень важно для нас. Спасибо. Особенно. Павел Новиков, Петр Кандауров, Андрей Полевой, Айдебагер, Павел Дунаев, Антон Пальгунов, Павел Борский, Олег Жинь, Владимир Емщуков, Хапчинск, Конор Левич, Павел Валентов, 137 число вселенной, Алексей Шевелев, Серега, Павел Петрюковский, Александр Аха, Станислав Чернин, Роман Бородуля, Дмитрий Шховцов, Виталий Ребенко, Ленар Хуснулин, Фимбо-музыкальный инструмент, Азазель, Екатерина Храпова, Марат, Флиппикс, снова Марат, Там поешь, Валерий Калмыков, Роман, Валерий, Александр Корысткина, Три и Илья Флакс. Спасибо и тем, кто поддерживает лайком и комментарием. Это тоже очень важно. С вами был Влад. Мирного нам неба. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова